Продолжение следует... Иногда буду задавать вопросы. Буду очень рада, если вы будете задавать вопросы. Всегда очень рада, когда люди мне задают вопросы. Особенно интересно, когда кто-то по ту сторону крана дает признаки жизни. Вот, значит, сегодня мы поговорим о трех самых важных уроках, которые вынесли из кругосветного путешествия. Я путешествовала 10... Ну, если быть точно 12 месяцев, я так и путешествовала. Но самые активные были 10 месяцев. И надо сказать маленькую предысторию, вообще, как это все началось. Давайте вообще я спрошу, у меня вообще хорошо видно, слышно? Если хорошо видно, слышно, поставьте, пожалуйста, плюсики. Два плюсика, если видно и слышно. У тебя что-то уже зарассказывалось. Спасибо. Вы здесь. Это радует. Благодарю. Маленькая предыстория вообще, как я решилась и как мне так угораздило поехать одной с рюкзаком, с маленьким бюджетом в путешествие. Мы жили в Москве, в собственной квартире, но очень мечтали жить за границей со своим мужем. Долго старались, пытались. На протяжении года муж старался... Он француз, он старался получить работу, даже в Африку рассматривали, ничего у нас не получалось. И тогда он решил сделать такой рисковый шаг, продать квартиру и на деньги эти поехать учиться в Стэнфорд. Он очень дорогой, и пришлось потратить все деньги, которые у нас были. Но маленькие деньги остались, и он сказал, если хочешь поехать со мной, не вопрос, ты можешь, но ты не сможешь там работать, потому что визита не будет у тебя. Но ты можешь поехать путешествовать, только денег у тебя мало будет. Получается, вот как в программе Орел и Решка, за 100 долларов, мне нужно было уложиться в день, 100 долларов тратить. На тот момент это 3000 рублей. Конечно, я захлопала радостной ладоши, сказала, да, конечно, я поеду путешествовать. Но когда подходила дата, все ближе и ближе к отъезду, я понимала, что мне ужасно страшно. Потому что, во-первых, я никогда одна не путешествовала. Во-вторых, деньги для меня 3000 рублей, это вообще, ну, это практически ничего. Это был самый страшный большой мой страх, как я вообще проживу на эти 3000 рублей, включая перелет, проживание, гостиницу. Еще я хотела обучаться еще куче всему. Значит, деньги меня пугали. И вообще мне было страшно, вдруг я не справлюсь, вдруг там что-то случится. И, в общем, я запаниковала. И, чтобы решить свое, чтобы убрать свой панический страх, я пошла на магию жизни. Наверное, вот Маргарита, наверное, знает, что такое магия жизни. Вот, я сходила туда на магию. Это тренинг личностного роста. Он длится три месяца, и я проходила его как участник. И в этот раз я решила пройти как магистр, чтобы научиться. Самое главное, да, 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 классный тренинг, вообще люблю его. А особенно магистром проходить вообще круто. Потому что там от тебя требуется очень много навыков. Намного ты должен помогать, поддерживать других людей в достижении их цели и сам достигать своих целей. И это прекрасное путешествие продолжается три месяца. В общем, я пошла туда. И я очень была благодарна, когда я путешествовала, именно магией жизни за то, что я прошла эти уроки. Она самому главному научила меня быстрее переключаться. Если даже какие-то неприятные ситуации возникали, я могла как-то выдернуть себя из этой печали, грусти, какой-то позитив. В общем, такая я... Еще я готовилась к этому путешествию на протяжении пяти месяцев. Я строила маршрут, изучала рейсы этих самолетов, чтобы дешевле было. Мне же денег было мало. Знакомилась с людьми с разных стран. Как бы, ну, в общем, чертила свой маршрут. Поэтому реально, чтобы подготовиться к такому путешествию, вот прям вот 5-6 месяцев очень хватает. И реально путешествовать за 100 долларов в день, вообще реально, ну, доказательства, сидящие впереди. Так вот, чему же я там научилась? Давайте по листу... Регламент я уже рассказала. Будет запись, идите на сейчас, задавайте вопросы. Я их очень люблю. Здесь смайлик почему-то не показался. Дальше, пожалуйста. Вы меня прекрасно знаете, поэтому не буду еще раз останавливаться, а себе рассказывать. Поэтому это тоже дальше. Итак, мы сегодня поговорим про осознанность. Это такая база, которая меня спасла очень много раз в моем путешествии. Если бы не она, я не знаю, что с тобой случилось, но она меня прямо держала очень сильно. Умение прощать, доверие и деньги не главное. Такой я вывод сделала, исходя из путешествия. Очень подробно сейчас об этом расскажу. А так вот, в принципе, это наш план действий. Пока все понятно? Майкните, если вы слушаетесь, если вы еще не ушли. Ага, спасибо. Да, спасибо. Давайте поговорим вообще, а что такое осознанность для вас? Потому что, ну, слово хорошее и часто употребляемое, но для вас, ну, что значит? Напишите, пожалуйста, в комментариях. Я пока водички купила. Осознанность. Слово-то какое? Ответственность за свои действия. Угу. Понимание того, что с тобой сейчас происходит. Угу. Умение выбирать свою реакцию на происходящее. Ну, да. Вы все абсолютно правы. Нашла в Википедии определение. Давайте на следующем слайде посмотрим, что она говорит, что такое осознанность. Осознанность непрерывное отслеживание текущих переживаний. Состояние, в котором субъект фокусируется на переживании настоящего момента. Страсть не отвлекается на события прошлого или мысли о будущем. Вот самое простое упражнение, которое я постоянно использую, чтобы вернуть себя в этот настоящий момент, не в прошлом, не в будущем, а именно в настоящем. Я начинаю осознавать, а вообще, где я нахожусь. Вот сейчас я нахожусь в белой комнате. Передо мной компьютер. Сижу я на мягком стуле и чувствую, как мое платье касается моей кожи. Чувствую холодные руки свои. Вот сейчас я в настоящем моменте, потому что я чувствую, что сейчас происходит. Если вы попробуете понять, что когда вы фокусируетесь на то, что сейчас происходит, на ваших ощущениях в теле, тогда нет места в прошлом или будущем. Вы прямо в этом моменте находитесь. И как же мне это помогло? Буду показывать вам много фото и просто рассказывать, что же произошло со мной. Значит, я свое путешествие начала с такой достаточно мощной глубокой практики, называется дипассана. Она длится 10 дней. И приезжаешь туда, там специальный центр, не контактируешь с внешним нее вообще, сдаешь телефон, ноутбук, книгу, музыку, тетрадь. В общем, ты не можешь ничего делать, не писать, не читать, не разговаривать, не смотреть другим людям в глаза. Ты только должен с 6 утра до 10 часов вечера идитировать. Просто сидеть в позе лотоса или в позе, какой тебе удобно, и реально наблюдать за своими ощущениями. И с каждым днем эта практика прогрессирует. Сначала ты наблюдаешь за дыханием, потом твое внимание сужается, потом ты наблюдаешь за ощущением в теле, потом ты медитируешь на боль. То есть там целый прогресс. В общем, когда я закончила эту дипассану, ну вообще вначале мне было очень-очень-очень сложно. Я думала, я не доживу до конца. У меня первые три дня. Первый день я думала, я умру. Второй день я думала, что я пришла с крестового похода, когда он наконец-таки закончился. Мне было так ужасно плохо. Главное не от того, что я сидела, а от того, что я наблюдала за этим бесконечным, непрерывным, повторяющимся потоком мыслей. Это было ужасно. Это просто, знаете, как мою голову разрывало на части. Я не могла из этого ничего сделать. Я просто наблюдала за этим. И вот я очень благодарна себе, что я все-таки это прошла, потому что в конце восьмого дня началось какое-то такое просветление. Ну, конечно же, это не просветление, но осознанность повысилась просто в разы. И, знаете, как будто бы глаза протерели каким-то моющим средством. И стала я четко видеть, стала видеть замечательные разные детали, слышать лучше стала. И, главное, себя чувствовать лучше стала. Это вообще такие ощущения классные. Первые два дня, как будто ты под каким-то наркотиком ходишь и такой весь, так круто. И вот если на следующий слайд я привела последнюю мою... Я написала об этом историю, об этой випассе. И вообще у меня самая эмоциональная история, которую я когда-либо писала. И вот давайте я вслух прочитаю так медленно, чтобы... Это заключение моей истории. Если прекратить любое общение с внешним миром хотя бы на 10 дней, произойдет серьезное погружение в себя и в свой внутренний мир. Сначала это может показаться неприятным, утонительным и болезненным процессом, так как открывается вся правда о том, как устроен наш мозг. Постоянно что-то обдумывает. Никогда не находится в настоящем, пребывая в прошлом или будущем. Все время строит ожидания и разочаровывается, когда они неправдываются. Но эта правда помогает принять реальность такую, какая она есть, что дает удивительный внутренний покой. И паспиона можно сравнить с генеральной уборкой в своем внутреннем мире. После уборки возникает ощущение легкости, ясности и благодарности к себе. Конечно, я не стала простым человеком, но на таком уровне осознанности напомнить спокойствие, доверие, любви, мне еще никогда не было. Альтернативно для меня несколько дней пребывания в монастыре и молчании. Да, 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 очень похоже. В монастыре очень много разных рецептов, которые это делают. В общем, это паспиона, хотя она для мной как бы практика тяжелая, поиздевалась я над собой, но когда я ее закончила, я была очень благодарна, потому что я начала лучше отслеживать свои реакции, свои эмоции, свои ощущения и наблюдать, как они сильно меняются от внешних факторов. Вот мы же часто, мы же живем очень часто неосознанно. И значит, паспиона, что она мне дала, самое главное, не реагировать на внешние раздражители моментально, потому что когда мы неосознанно реагируем, мы реально сами себе портим настроение. Ага, точно. Вот, а когда мы можем немножко замедлиться и осознать, а что с нами происходит, тогда мы уже можем выбирать свои реакции. И у меня в путешествии происходило, особенно в начале, это был у меня такой челлендж, такой тренинг личностного роста. Я просто реально тормозила очень сильно, делала те вещи, которые не должна была делать на протяжении трех месяцев. Расскажу чуть попозже, что именно делаю. И, в общем, короче, если бы я не сделала ни магии в жизни, ни паспиона, то, ну, наверное, бы я расстроилась через месяца два и уехала бы домой. Дальше не путешествую. Итак, дальше. Значит, я вот такая просветленная практически, осознанная. Здесь даже, например, сейчас пару фоток с Индией. Вот видите, даже взгляд такой у меня пролеснился. В общем, кожа разгладилась, я такая вот... Очень мне нравилось такое состояние. В Индии я там еще какое-то время, месяц всего путешествовала по разным ашрамам. Кроме запасной еще была в центре Оша, потом ашрам Аммы, потом ашрам Сайбабы. Каждый ашрам он дал мне какие-то новые осознания, уроки. Очень понравилась в Оше, хотя у него репутация какая-то не очень. Если интересно, потом в личке расскажу, почему. И Амма. Амма вообще мне покорила. Это женщина, которая проповедует религию. Религия ее любовь. Она обнимает своих приходящих людей, всех. И невероятное ощущение, я тоже писала об этом в блоге, но я почувствовала, вот она говорит, что ее религия любовь. И когда она обнимает, я реально почувствовала любовь, как будто бы она поделилась со мной частичкой себя. Это вообще было невероятное ощущение. Я сначала не поверила, конечно же, я такой скептик. Сделала второй раз, Даршан, снова обнимаю. Примерно такие же ощущения. Потом еще раз сделала в Стэнфорде, она приезжала. Примерно такие же ощущения. И недавно она в Сингапур приезжала. То есть четыре раза я уже видела. Каждый раз я ее обнимаю. И каждый раз вообще самое невероятное еще происходит. Я в шоке. Здесь мы и познакомились. Вот, да. И как раз вот с Максом мы познакомились, когда мы путешествовали в группе русских девушек, прекрасно, и Макса, и еще Макса. В общем, короче, в Индии мы и познакомились. И следующий слайд. В общем, видите, взглядом это просто. И вот, значит, я такая приехала на остров Баракай, где начались мои самые серьезные приключения. Я была в восторге. Этот остров, если вы не были, то обязательно поедете, поставьте список мест, которые нужно посетить. Это невероятно. Стать птицей. Да, вот я реально чувствовала себя как птица. У меня был такой взрыв после Випасны, после Индии. Вообще, мне было так классно. И это место невероятно красивое. Вот следующий слайд, если Макс покажет. Белейший песок, чистейшая вода. Невероятно много развлечений. Вот Баракай называют Ибицей, Юго-Восточной Азии. Там днем много очень таких активных видов спорта. Дайвинг, кайтсерфинг. А вечером... Да, ребята там были. Ага, вот отлично. А вечером там тусовки, бары. Там все, что нужно для прекрасной жизни. Я приехала туда на месяц, на 20 дней, чтобы учиться кайтсерфингу. Кайтсерфинг – это такой прекрасный вид спорта. Можно следующий слайд. На этом слайде, к сожалению, не я. Я мечтала сделать такую фотографию. Но, к сожалению, я так не научилась этому кайтсерфингу. А почему не научилась? Потому что я очень хотела сделать одновременно две вещи. Погулять, потому что в течение месяца в Индии у меня было полное решение. Ни спиртного, ни никаких развлечений, ни каких тусовок, там реально медитации и познания себя. И здесь Баракай, я приезжаю, а там есть все. И, конечно же, я хотела этим всем воспользоваться. Поэтому вечерами я тусила. А утром в 9 утра у меня была каждое утро тренировка кайтсерфингу. А кайтсерфинг, ну, я бывшая спортсменка, я же думала такая, я как бы уверенная в себе. Думаю, сейчас я быстренько этот вид спорта изучу. Кайтсерфинг оказался сложнокордиационным, в общем, координация нужна, видом спорта. В то время, там самая фишка, встать на этот борт и поехать. В то время, как встаешь на этот борт, очень хочется подтянуть за планку, чтобы она помогла тебе встать. А этого делать вообще не надо. Наоборот, нужно отпустить. И вот это была самая большая загвоздка. Потому что мозг говорил одно делать, рефлексы говорили другое. А тебе нужно было быть осознанным, включаться и делать совершенно, ну, третье то, что говорит тренер. Я этого делать не могла, потому что после вечеринок у меня ужасно валила голова. И была полная раскоординация. Ничего у меня не получалось. И тренер был в шоке. Ну, я достичь с ним. Но самое главное, что вообще я себя поражала, что на протяжении пяти дней я делала одно и то же. Вот просто каждый вечер тусила. Каждое утро шла на тренировку, у меня ничего не получала. И вот вопрос к вам. Следующий слайд, пожалуйста. Просто ради интереса. Будь и тренировка. Скажите, пожалуйста. Вопрос. Как часто вы делаете одни те же действия, но надеетесь на другой результат? Я уж счастлива куда-то с вопросом. Как вот вы думаете? Здесь такая повторяющаяся реакция. Вы делаете часто? Спасибо, Полина. Благодарю за искренность. Да. И, значит, хороший вопрос. Бывает. Спасибо за искренность. Ну, так вот. В чем прикол? Вот мне кажется, все-таки, я, наверное, делаю это довольно часто. Но вот этот опыт осознанности помог мне это понять, увидеть. Мы же часто хотим двух вещей, ну, бывает трех-четырех, но, к сожалению, часто почему-то они несовместимы. Вот вечеринки с кайтсерфингом было, ну, вот вообще совершенно несовместимы. Мне нужно было перестать пить, и тогда бы я научилась кауссерфингу. А я, ну, как бы, хотела и то, и то, и поэтому не получалось. И мысль какая, вывод, что, ну, как только я увидела, как только я увидела, что я делаю одно и то же, и не учусь ничему, тогда я просто отступила. Один день взяла перерыв, я вообще как бы ушла опять в медитацию практически. И потом перестала пить, завязала и стала пить кокосовое молоко и есть полезную еду. Но ветер закончился, не было больше ветра, это мне вселенная отомстила. И в итоге, в общем, я не научилась кайтсерфингу. Я заплатила большие деньги, у меня не было денег, но я выделила из бюджета большую сумму денег, чтобы заплатить за кайтсерфинг. Также из-за этих вечеринок я потеряла огромную сумму денег. Это было вообще для меня катастрофой. Также в этом браке я потеряла драгоценный браслет. И на этом мои неудачи не закончились. После этого я пропустила самолет. После этого я купила билет не на ту дату, ну, то есть тоже потеряла. И, в общем, количество ошибок дошло, мне кажется, до предела. Она такая горой на меня свалилась, и я такая уже просто реально ненавидела себя. Если в начале путешествия, ну, вот после Индии, пацаной, я упивалась этим путешествием, упивалась с собой, то после барака я стала себя ненавидеть. И поэтому следующий слайд, пожалуйста. А как часто вы прощаете в себе свои ошибки? Скажите мне, пожалуйста. Вместо подконцово. А, темнее, барака потрясающая. Да, очень, очень. Если очень потрясающе, я рекомендую ездить вообще там реально круто. Я очень хочу поехать вернуться. Вот. А как часто прощаете вы себе свои ошибки? Скажите так, искренне. Вот совершили что-то, и вот такие сказали, ну, ладно, знаешь, бывает. Или все-таки вот критикуете себя, как-то говорите, ай-яй-яй-яй. Ответите в комментариях. Да, нет? Часто прощаете. Учусь этому в процессе. Ага. Спасибо. Полина. Макс, ты прощаешь себя, стоявший? Приходится. В общем, короче, мой самый первый урок, ну, последние 20 дней стало легче. Ага, Полина, спасибо. Полина участвовала в марафоне «20 дней без жалоб», и там учились не жаловаться, не критиковать, и окружались оппозитивом, и поэтому, видимо, изменения произошли. В общем, самый большой, главный мой урок, который началось, ну, какие-то изменения в этом путешествии, ну, как мне начало кайфовать. Я помню этот день, когда, ну, вечером мне очень нравился остров Баракай, но утром, когда я проснулась, я прям почувствовала каждой клеточкой своего тела, ну, прям реально ненависть, потому что, ну, много косяков, которые просто непростительные я сделала. Но потом я поняла, целый день я ходила в этом, варилась, прям чувствовала, что энергия утекает, и я вообще ничего не хотела делать, и не было ни желания, ни денег вообще делать. Я просто лежала такая под пальмой и скулила, и, короче, даже ни с кем не хотела общаться. И потом я поняла, у нас есть всегда выбор, вот как в путешествии, так в жизни. Прощать себя, да, или, ну, как бы застревать в обиде. Когда мы просто застреваем в обиде, в критике, в себе колоссальное количество энергии уходит, вот просто колоссальное. Потому что, ну, мне кажется, у меня уровень осознанности всегда был выше. Я прям ощущала, как я растворяюсь, что, ну, вообще сил нет, ничего делать. Потому что вся сила уходит на внутренний конфликт, на внутреннюю вот эту вот, как бы, ну, агрессию, ненависть. Это самая такая энергозатратная, ну, как бы, самая энергозатратная, когда мы критикуем себя. Я сделала осознанный выбор. Я сказала себе, слушай, у тебя есть, вот, ну, осталось у тебя там несколько месяцев. У тебя есть выбор. Или ты продолжаешь, ну, действовать по-старому, если ты продолжаешь, ты любишь себя критиковать, это явно, ты официалистка, ну, окей. Но у тебя совсем мало времени, ты хочешь прожить их, ну, вот так, без энергии, без драйва, который ты приехала. Или ты себя прощаешь каким-то образом, отпускаешь все, или нет. Короче, на протяжении четырех часов я с собой разговаривала. Реально, это выглядело странно. Я сидела на пляжу и вела с собой внутренний диалог. Приводила доводы, почему это делать нельзя, ну, нужно делать, почему нет. В общем, каким-то образом я простила себя. Четыре часа на это понадобилось. Но я простила и решила вот с этого момента, вот он таким ключевым произошел, что с этого момента, что бы ни произошло, это только опыт, это только урок, который дан зачем-то, дан для чего-то. Ну, там многие-то ситуации показали, что мне нужно просто очень тщательно планировать, смотреть свой маршрут. Я просто так это очень безответственно к этому отнеслась, ну, и поэтому потеряла много денег и свой билет. А мой урок был в том, что нужно было просто внимательно очень наблюдать. Скажи, пожалуйста, это была поездка до или после того, как ты отучилась на коуче? Благодаря этой поездке я приняла решение быть коучем. В конце этой поездки я поехала в это путешествие и начала вести блог. Блог назвала «Путешествие к себе». У меня, ну, я прошла много, кучу разных тренингов, но у меня было ощущение, что чего-то не хватает. Спасибо. Чего-то, ну, как-то, не знаю, внутри что-то вот хотелось, вот еще чего-то как-то. И чисто интуитивно я думаю, окей, путешествие, наверное, я найду там ответы. И вот поехала в это путешествие, и у меня был запрос найти себя. Не знаю, что-то значило в тот момент, понятия не имела, но вот так вот мне интуиция сказала, я типа искала себя. Но в конце я реально нашла. Это тоже отдельный опыт, очень интересный был. И, значит, я приняла решение себя прощать, несмотря ни на что. И реально вот мы удивительные вещи, мы удивительные люди. У нас мозг – это реально удивительная эффективная машина. Мы когда принимаем решение и даем себе установку действовать вот так, ну, не знаю, у меня получилось. Ну, понятно, что у меня всегда это получается, потому что там куча установок в подсознании может быть. Но в этот момент у меня реально получилось. У меня как будто бы такая серьезность ошибок снизилась. И я начала рассматривать каждую ошибку как игру, как опыт. И, ну, ладно, ошиблась, окей, что я могу выучить? Ошиблась, что я могу выучить? И это открыло мне совершенно другое качество путешествия. Потому что, смотрите, что происходит. Часто вот если представить, что перед человеком есть путь, какой-то путь, и мы интуитивно знаем какой-то путь, но мы боимся совершить ошибку, потому что, ну, к сожалению, наше поколение, ну, вообще, мне кажется, все, как бы они, что мамы нам говорили, и что учителя нам говорили. Наши мамы и учителя, они заостряли внимание на наших ошибках, а не на то, чтобы получилось. Даже в школе, когда мы пишем диктант или сочинение, нам черкают красным цветом наши ошибки, что не получилось, составят два. То есть мы привыкли концентрироваться на ошибках, и мы боимся, мы очень боимся совершать ошибок. И потому что мы боимся совершать ошибок, у нас остается преграда между нами и нашей целью. Мы понимаем, что нам нужно, каждый человек интуитивно понимает, что ему нужно. Но потому что мы боимся ошибок, мы сами себя не пускаем, мы сами не начинаем того, что мы хотим. И когда я сказала себе, окей, неважно, что случится, даже если я устрою войну случайно по своей глупости, ну, там, самую большую ошибку, которую можно совершить, это каким-то образом устроить войну. Даже если это случится, я найду себе силы простить себя, потому что, ну, это путешествовать и критиковать себя, это было невыносимо, это было издевательство какое-то. Поэтому, когда я сказала, окей, я прощаю, такое ощущение, что стена ушла. Стена ушла, и мне открылась дорога, что, окей, неважно, куда я пойду, неважно, куда я поеду, и даже если я совершу кучу ошибок, это нормально, потому что, ну, без них нельзя. И, значит, я пошла. И следующий слайд, пожалуйста. И пришла я на красивый остров, похожий на из фильма «Остаться в живых», называется Теоман, Малайзия. И это был тоже очень интересный момент, когда я запланировала первые два месяца. И мой план заканчивался в Сингапуре. После Сингапура я должна была поехать в Малайзию. То есть в Сингапуре я еще знала, что я буду делать, а в Малайзии я уже вообще не знала, нигде я остановлюсь, никуда я поеду, ничем займусь, вообще ничего. Красота, да, очень красиво. И там огромные динозавры. Но не динозавры, они такие ящерицы, вот реально огромные, два метра ужасно страшные. Они там в лесу обитают. Я когда увидела, я увидела, думаю, что динозавры еще живут. В общем, когда я пересекла, я пересекла границу Сингапура с Малайзией на автобусе. Пересекаю эту границу и понимаю, что наличных у меня вообще нет. Подхожу, как бы нас останавливают на каком-то педстопе, подхожу к банкомату и понимаю, что я об этой стране не знаю вообще ничего. Никакая столица, сколько денег там нужно, сколько они стоят вообще. Куда, вот реально вообще ничего не знаю. Я прям даже рассмеялась, думаю, ну, прикольно, у меня начинается очень интересный момент путешествия, когда, ну, вообще никаких отчетных, ну, каких-то точек, невозможно ни за что зацепиться. Ты должен только доверять себе, не знаю, каким-то образом находить пути, куда ехать, к кому-то знакомиться, я не знаю. Ну, в общем, интуиция мне сказала, ну, тебе ничего не остается, как доверять себе. И вот с этого началось вообще новый уровень моего путешествия, потому что я реально вообще ничего не планировала. И меня каким-то образом все время заносило в удивительные места. Это было вообще какой-то дастиш-фантастиш. Я знакомилась с интересными людьми, останавливалась в лучших хостелах, недорогих, каких-то очень комфортных, вообще дешевых. Ела в классных ресторанах, очень дешевых, как бы. И все это благодаря интуиции, потому что, знаете, как сначала я разрешила, решила себе ошибаться, убрала стену. И теперь я, ну, как бы действовала изнутри, исходя из своего доверия, как бы, ну, я шла по дороге вперед, исходя из своего внутреннего какого-то источника, который, блин, он все знает, он реально все знает. И вот я прям ощутила кожей, как, чем больше я ее слушала, интуицию, вот мой внутренний голос, тем больше он становился сильнее, тем больше со мной происходили удивительные вещи. Вот там я провела 4 дня, по-моему, 4-5 дней, читала книгу, занималась дайвингом, вообще круто очень было. Следующий слайд, пожалуйста. Вот, ну, я просто картинки здесь покажу. Нашла Пинанг, называется, очень интересное место. Там по всему городу, такой какой-то игрушечный городок, по всему городу, классно, да, вообще, там потрясающе, просто называется арт, арт, арт рисунки, арт графики. В общем, эти графики нарисованы на всех домах, и вот, например, мотоцикл слева, он реальный, а на этом мотоцикле нарисован чувак. И я, типа, его пытаюсь остановить, и вот, и вот эти тоже нарисованы дети. В общем, целый город, и я не знала карты, я не брала ничего. Я арендовала себе электрический скутер и ездила по этому городу. Это вообще было потрясающе, потому что, ну, на каждом шагу эти были рисунки, и как-то я, ну, не знаю, может, это действительно везде были, но я даже не знаю, я карту не брала. Я просто вот ехала, куда мне по кайфу, куда мне звала интуиция, туда и шла. Потом нашла индийский ресторан, очень вкусный, остановилась в регги-хостеле. Ну, в общем, очень классно провела время, вот именно Пинанг. Я посмотрел в следующий слайд. Потом у меня не было планов никаких, я познакомилась с интересными людьми, которые тоже путешествовали, и они мне сказали, ну, езжай на Перхентин-Айленд в Малайзии. Я поехала на Перхентин, ну, что, мне же делать нечего. Поехала на Перхентин, и тоже этот остров меня поразил. Своим подводным миром, я там тоже занималась дайвингом и сноркингом. Следующий слайд нам нужен. Вот, и тоже, конечно, потрясающе. Такую подводную мира я мало где встречала, очень чистая вода, и кораллы, и рыбки там плавали. И вот такое побережье, на этом побережье вечером приходили, ложили такие вот подушки, сидели там кальян, курили. С интересными тоже ребятами там с Австралии познакомилась, запустила с ними. Ну, короче, вообще, реально было очень классно. Следующий слайд. И вот благодаря вот этому доверию появилась какая-то легкость, потому что мы уже часто как бы сомневаемся, делать не делать, делать не делать. Этот конфликт постоянно он внутри, и мне лично он не дает спокойно жить, потому что он реально разрывает. А когда ты доверяешь себе, то там нет реально сомнений. Там есть один вот простой вариант. Вот этот Cameron Highlands называется, это плантация чая, которая тоже, я даже не помню, кто мне посоветовал. Ну, по-моему, даже вот эти ребята с Австралии, которые только что приехали оттуда, сказали, блин, место очень красивое. Я никогда не была на чайной фантации, и вообще обалдела этот лес, похожий на Гарри Поттер, тоже каким-то случайным образом мы ехали, остановились там. Это фотография тоже у меня, это фотография. В общем, все случайно, вот все происходило случайно. И в этом была невероятная радость. Вот в этом какая-то легкость, драйв, позитив. И потому что, ну, все же ошибки, они как бы, ну, ничего страшного. Поэтому, ну, как-то все-таки случалось. Если вы считаете, пожалуйста. Спасибо. И после Малайзии я поехала в Нианмар, Бирма. И там невероятно много таких, значит, баган, самые знаменитые их деревни, называется баган, называется она археологическим заповедником. Там находятся 3000 разных храмов, которым по 2500 лет. Это, конечно, прикол. Построил ее какой-то, я его называю, сумасшедший король, потому что он очень хотел стать известным на весь мир и решил построить очень много храмов. Но он боялся, что они разрушатся, а он хотел, чтобы они долго стояли. Поэтому он вызвал всех самых лучших архитекторов и заставил придумать какой-то способ, как бы, кладки этих камней. В общем, бедные архитекторы не справлялись, потому что цемента в то время не было. Они использовали, по-моему, муку, там, воду, еще что-то для этого. И, как бы, камни рушились. И он, те камни, те храмы, которые рушились, он вызывал архитектора и рубил им голову. Значит, ошибка, голова долой. Ну, и, в общем, там очень много людей погибло, когда строила вот эти вот прекрасные храмы. Но хороший плюс в том, что эти храмы реально до сих пор стоят, многие из них. Многие там подлежат уже реставрации. А многие, можно в следующей слайде, я пока рассказываю, там несколько фото еще потрясающих из Багана. Это не моя фотография, это профессиональная фотография с этого, потому что у меня не было тогда большой минус, что у меня не было профессионального фотоаппарата, чтобы сделать такие фотографии. Ну, это невероятное зрелище, конечно. И вот благодаря интуиции сначала я, конечно, взяла там, потому что очень много, можно в следующий слайд, огромная территория этих храмов, я взяла карту и проехала по самым известным, самым большим. Но потом, потом вообще началось все еще очень круто. Называется, так, это называется Баган-место. Вот, и очень хочу туда поехать, прям сделать фотосессию, потому что мне нравится, красиво. Значит, я арендовала этот электрический велосипед и поехала, куда глаза глядят. Вот просто выехала в эту деревню и поехала в такие деревни в песке. Я нашла заброшенный маленький храм, они не были такие большие, но там не было вообще никого. Я бродила по ним, я залазила на крышу, я встречала там закат. И вот, ну, реально я сидела, я не могла поверить, что со мной это происходит, потому что ощущение вот это, ну, то, что я одна в таком историческом храме, там разные будды были нарисованы, и этот закат потрясающий, и я как-то слушаю себя, и, ну, это мне приводит в восторг. Короче, я там, ну, буквально там, простите за это, ловила оргазм на каждом храме, потому что мне было невероятно хорошо и невероятно легко, потому что я доверялась себе, и, ну, всегда было это правильно. Вот, следующий слайд. И именно Бирма, потому что... Нет, это правильно, ну, ладно, это уже почти закончилось. Значит, именно Бирма научила меня третьему уроку. Бирма, да. Именно Бирма научила меня третьему уроку, что, ну, деньги не главное, потому что, ну, на самом деле, ну, у меня семья не богатая, и я достаточно была зависима от финала, как бы материальной. Я считала, что когда у меня есть деньги, я чего-то стою. Когда у меня нет денег, ну, я как-то, ну, как-то неудачница вообще. И очень долго я зарабатывала, стремилась к заработку, зарабатывала деньги разными способами, и вот в конце, перед путешествиями я работала на высокой должности, там, Head of Leasing Department, зарабатывала нормальные деньги, и прямо вот чувствовала себя, наконец-таки я как-то вот чего-то стою. Но из-за того, что я долгое время путешествовала с маленьким бюджетом, останавливалась в простых хостелах, и, наконец-таки, приехала в Бирму, а Бирма – это вообще бедная очень страна, и она отстала в своем развитии буквально, ну, наверное, лет 10, потому что там вообще было запрещено туристам въезжать долгое время, и она открылась только в 2010 году. И когда я туда приехала, я реально ощутила себя в Советском Союзе, потому что там очень хаотичная торговля, очень вот реально как будто прошлый век какой-то, знаете. Но именно вот это как-то меня немножко пощечину мне такое дало, что очень много я познакомилась там с одним парнем достаточно бедным, но они живут как-то, ну, не парятся что ли по этому поводу, наверное, потому что не знают, что могут как-то по-другому жить, наверное, не парятся. И меня, я там в этот поход ходила в этом Бирме, меня привели к бабушке, которая нас кормила обедом. Бабушка была бывшая учительница, и она приготовила нам очень классный такой местный обед, и мы там с ней поговорили немножко. Вот, ну, как-то вот там я как-то, ну, поняла, что вообще вот это деньги, оно как бы внешнее, да, вот как-то оно снаружи не находится. А то, что внутри, вот когда, ну, доверие себе, там, умение прощать, умение наслаждаться вот этим моментом, умение наслаждаться дешевой лапшой антисанитарной посередине пыльной улицы, и как бы ощущать все его вкусы, и балдеть от этого вкуса, как бы, ну, балдеть от вообще атмосферы, вот это вообще, это так ценно, это вот, это намного ценнее, чем деньги, потому что я много, ну, когда я начала заработать, я начала там купать себе дорогие вещи, платья, там, машину себе купила, но это было все круто, это все было классно, но оно так, знаете, оно как будто бы покупаешь что-то, оно тебя радует, ну, не знаю, ну, может быть день, да, может быть два, ну, ладно, может быть три, ну, а потом оно как-то вот эта радость, она такая раз, и прекращается. А вот это внутреннее состояние, какое-то радость, какое-то ликование жизни, оно не проходит, оно вот я засыпалась с ним, просыпалась с ним, ходила в храмы, у меня все время оно было, оно как-то, ну, не меняется, оно не зависит от внешних там денег и всего. И как-то я совершенно стала, во-первых, я растерялась с половиной вещей своих, и у меня там мало чего осталось, я как-то так даже ничего не покупала, я совершенно стала вот ходить как настоящий путешественник, такая немножко грязная, немножко оборванная, такая порватая. Ну, вот с этим рюкзаком я ходила, как бы, и мне было кайф, вообще мне было кайф. И даже у меня был момент в Перу потом, позже, когда у меня две недели вообще не было денег, просто мой муж перевел деньги, они не дошли, и не было нигде. Я сидела в гостинице, и я договорилась с гостиницей, что я буду питаться там, потом я плачу, ну, единственное, что питаться мне было. Ну, а так мне не было денег, никуда не ходить, там, смотреть какие-то достопримечательности, и я как-то находила занятия. Две недели. Когда после двух недель мне пришли деньги, я поймала себя на мысли, а что с ними делать, а зачем они мне нужны. Короче, это было такое прикольное ощущение, но для меня прям вот был прорыв, чтобы, ну, как бы, не зависеть от денег. В общем, как итог подвожу, значит, первый урок. Разрешать, разрешать себе ошибаться и относиться к ошибкам, как к игре. Вот, ну, потому что, ну, наша цель, она, вот если представить, что она прямо перед нами, и путь к нашей цели, он всегда зигзагообразный, он не прямой. Если мы после второй ошибки будем себя останавливать, тогда мы не попробуем еще пять вариантов, которые могут привести к этой цели. А если вот пробовать разные, да, например, ну, скажем, десять путей, то, короче, это может привести, в общем, ошибка равно игра. Ошибка равно ничего страшного. После этого доверие себе. Я точно знаю, каждый человек точно знает, что ему нужно. По-любому он знает, что ему нужно, просто он боится. Поэтому доверие себе, даже в маленьких, вот как можно доверие развивать, даже в маленьких мелочах, что я сегодня одену, принимать сразу решение, исходя из своей интуиции, что я сегодня поем, куда я сегодня пойду. Просто слушать внутренний голос, который он постоянно пищит, там что-то, он его не слышит, просто к нему прислушиваться. И третье, стараться обращаться к себе внутрь, нежели к внешним факторам, деньги, развлечения. Потому что, ну, вот даже вот я ездила недавно в Индию, к сожалению, он уже недавно ушел из жизни. И он говорил, что мы живем век потребления, и мы так привыкли потреблять все, вот это деньги, вот это все, да, это же все снаружи. Но когда мы потребляем это, покупаем очередную вещь, наша энергия уходит на то, чтобы как-то с ней взаимодействовать, с этой вещью, вместо того, чтобы обращаться к себе, к своему потенциалу, как-то учиться жить, исходя из своих внутренних каких-то потребностей. Мы акцентируемся на внешнем мире. И поэтому мы не развиваем все потенциал. Поэтому вот я сейчас, у меня прям идеи такие, это жить минимализмом. Вот мы сейчас очередной раз приезжаем из Сингапура на Бали, теперь будем жить, и у меня прям руки чешутся, все продать, раздать и оставить себе там. Ну, не, платье я, конечно, люблю, но раздам вот все вот вещи, прям хочется от них избавиться. И просто поэкспериментирую, посмотрю, что из этого получится. Вот, в общем, это путешествие изменило мою жизнь. После этого я приняла решение помогать другим. Это могу сделать отдельный вебинар, это отдельная интересная история, как я к этому потихонечку шла, как я к этому решилась. И, значит, в путешествии... Я разволновалась. В общем, никто не возвращается из путешествия таким, каким он был раньше. Эту цитату разместил мой друг перед тем, как я поехала путешествовать. И когда я вернулась и увидела этот цитат, я поняла, господи, как же он был прав. Потому что путешествие, и это время, проведенное самим собой, это, ну, самое ценное, что мы можем дать себе. То, что, ну, когда мы вырываемся из привычного круга, то происходят удивительные вещи. Мы начинаем себя слышать, начинаем себя понимать, и начинаем быть счастливыми. Иногда один день, проведенный в других местах, будет больше, чем 10 лет жизни дома. Именно из-за того, что осознанность повышается. Потому что нам приходится, когда мы попадаем в чужую страну, нам приходится включаться намного больше, чем когда мы идем как бы одной и той же дорогой на работу, там еще куда-то. Там мы привычны, там мы делаем на автомате. Когда мы попадаем в незнакомую среду, у нас все чувства обостряются. Я вот прям стала замечать, когда только приезжаю, мне сразу я лучше чувствую, лучше вижу, лучше слышу. Все-все это осезаю, боняю. Потому что, ну, включается инстинкт выживания, и нужно как-то адаптироваться. Вот. И именно это дает ощущение жизни, ощущение счастья, ощущение того, что этот настоящий миг, он именно тот, который нужен. Именно он, как бы, ну, ощущение тела. Вот. На этом все. Почему вы покидаете в Сингапур? Надоело нам здесь жить. Ну, как надоело. Просто мы побыли на Бали какое-то время. В этом году мы жили там около двух месяцев, месяц на Бали. И вот моя интуиция, вот опять же, потому что я начала слушать свою интуицию, моя интуиция просит поехать туда. Потому что там я ощущаю какую-то совершенно свободу. Я очень люблю ездить на байке. Я очень люблю йогу, там много ретритов, где я могу обучиться йоге. И поэтому, и там дешевле. Вот ту квартиру, которую мы снимаем здесь, мы можем снять там хороший дом и, в общем, наслаждаться жизнью еще больше. Вот. На этом мой рассказ закончился. Надеюсь, вам понравилось. Мы приедем. Прекрасно приезжайте. Пожалуйста, если есть вопросы, буду очень рада слышать, видеть. И надеюсь, вы не утомились меня слушать. И вам вынесли что-то из этого полезного, интересного. Буду рада, если напишите мне. Спасибо. Спасибо вам большое. Спасибо за встречи. Спасибо за внимание. Есть вопрос? Да. Слушаю. Спасибо. Мартин? Я поел... Я поел... Слушала... Слушала решет... А, я пока слушала. Решила поехать в Минск. Там красиво, да? Минск не была ни разу. Не знаю. Что делать со страхом пуститься в путешествие? Макс, пускаться в путешествие, не поверишь. Только, знаешь, этот... Лучше одному. Ну да. Ну вот. Ну, тогда нужно понять. Самому для себя. Понимаешь, что бы я на твоем месте сделала? Написала бы... Дала бы себе 10 минут и выписала бы все самые... Все страхи, которые тебя беспокоят. Чего ты боишься? Боишься потеряться? Боишься потерять денег? Боишься, что с тобой случится? Боишься, что тебе не понравится? Вот выписать прям все-все-все-все страхи. И вообще просто посмотреть, насколько они реальны. Потому что часто, когда они у нас в голове, они... Ну, они нереальны. Они иллюзорны. И когда мы их выписываем на бумагу все, мы уже тогда можем посмотреть, они вообще насколько адекватны. И после этого делать маленькие шаги к этому. Потому что путешествие мое случилось не за раз. Путешествие случилось благодаря 6-месячной подготовке. На протяжении 5-6 месяцев я каждый день тратила 20-30 минут на то, чтобы узнать билеты, где распланировать маршрут, познакомиться с людьми, почитать о стране. То есть это прям было очень много маленьких шагов. И когда я пришла к финишной прямой, что мне завтра там улетать, мне было очень страшно. Я одела свои штаны из декатлона, это такая же путешественника, они ужасно выглядели. Я такая думаю, боже, на кого я похожа, с этим рюкзаком огромным, эти 25 килограмм, куда я поеду сейчас, может, я никуда не поеду. Мне было страшно до последнего. Но потом как-то вот в процессе оно я стала кальцово. Вот. Надеюсь, ответила. Хотела ехать с подругой, поеду сама. Глаза боятся, это я. Точно. Точно. Да. И тебе спасу. Спасибо. Надеюсь, вы, баба, путешествие, название... Почему название кругоследное путешествие? Я понимаю, это не кругоследка. Но если, знаешь, если проложить, смотря по радиусу, я путешествовала по экватору, ну, возле экватора, и вот реально проехала, я начала с Индии, а закончила с Южной Африи, с Южной Америки, с Перу, до Перу. Ну, получается, вот так если провести, ну, в принципе, это вокруг света было. Вот. Я получила так, Индия, Азия, потом Европа, и потом Америка, потом Перу. То есть, ну, кольцо получилось. Ну, и вообще, как бы, чтобы лучше звучало, если, папа, честно. А то, когда-то путешествует через 13 стран, как-то вот, и, наверное, всего я проехала 13 стран. Вот. Спасибо вам большое. Вы очень классно задавали мне вопросы. Было весело, интересно. Вот. И надеюсь до новых встреч. Пока-пока. Балду интересно. Ну, тогда нужно это делать до встречи. тогда нужно дольше вебинар делать. Мы планировали на час, я как-то, как планировала, пока-пока. Буду еще проводить много вебинаров, я только учусь. Вот. будет очень много других интересных с кем. И приглашаю вас на все эти вебинары. Спасибо. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok